Влияние экологических факторов на растения. Вспомните, какие экологические факторы вам известны. Как вы думаете, по каким признакам можно определить, что растение произрастает в тундре, в пустыне? Как по внешнему виду отличить светолюбивое растение от тени любивого? В течение всего исторического развития растительного мира и в настоящее время растения находятся под действием экологических факторов. В первую очередь на организмы растения оказывают непосредственное влияние абиотические факторы, то есть факторы неживой природы. К ним относятся вода, свет, температура, давление, соленость, почва и другие. Совместные действия этих факторов на определенной территории формируют однородные условия среды, которым растения вынуждены приспосабливаться. Например, несмотря на разнообразие видов растений, произрастающих в тундре, они все приспособлены к выживанию на бедных промерзших почвах, в условиях действия низких температур и холодных ветров. В совсем других условиях произрастают растения тропических широт. Приспособленность растений к определенным условиям отражается на особенностях их строения и жизнедеятельности. Таким образом, даже по одному только внешнему виду, любое растение с определенной долей вероятности можно отнести к той или иной экологической группе. Биотические факторы или факторы живой природы связаны с влиянием других живых организмов на растения. Растения являются пищей для травоядных животных, в том числе крупных копытных и насекомых. В связи с этим в процессе эволюции у некоторых растений выработались способы защиты от поедания. Иглы, колючки, ядовитые вещества в листьях и стеблях. У цветковых растений эволюция шла сопряженно с эволюцией насекомых-опылителей. Между ними возникла тесная связь и зависимость друг от друга. Насекомые получают питание нектар, а растения – возможность опыления. У большинства растений цветки доступны всем опылителям. Но некоторые виды могут опыляться только определенными насекомыми, что делает их очень уязвимыми в борьбе за выживание. Ведь если по какой-либо причине их опылители исчезнут, то та же участь ждет и их самих. Например, клевер луговой – ценное кормовое растение. Из-за особенностей строения цветков соцветия могут опылять только насекомые с длинным хоботком. Когда это растение завезли в Австралию, где не было шмелей и длинно-хоботковых пчел, у него не происходило перекрестного опыления, и семена не вызревали. Для решения проблемы пришлось завозить этих насекомых из Европы. Между самими растениями идет постоянная конкуренция за ресурсы среды – за свет, воду, минеральные вещества. Выживают и оставляют семена только самые приспособленные к жизни в данных условиях экземпляры. Экологические группы растений. Светолюбивые растения приспособлены к жизни на открытых, хорошо освещаемых участках. Обычно эти растения имеют небольшие светло-зеленые листья, блестящие из-за развитой кутикулы, на нижней стороне которых располагаются многочисленные устицы. Листья некоторых видов имеют опушение, то есть покрыты волосками, а у некоторых располагаются под углом к свету – эвкалипт. Такие особенности строения защищают растения от перегревания. Травянистые светолюбивые растения нередко имеют укороченные, розеточные побеги, как, например, всем известный подорожник-адуванчик. Другие виды могут иметь достаточно высокие стебли, как, например, злаки, иван-чай и другие. Древесные формы светолюбивых растений, например, сосны, произрастают на открытой местности, обычно невысокие, с красивой широкой кроной. Те же растения в лесу выглядят иначе. Они гораздо выше, и многие боковые ветви у них не развиты. Это последствия недостатка освещенности в лесу. Те нелюбивые растения произрастают под пологом леса. Куда они попадают прямые солнечные лучи? Их листья довольно крупные, обычно темно-зеленого цвета. В них содержится много хлоропластов для того, чтобы растение могло улавливать рассеянный свет. В связи с тем, что такие затененные места леса обычно хорошо увлажнены, растения, живущие здесь, имеют слабо развитые проводящие ткани. Их стебли и листья довольно нежные и хрупкие. К тенелюбивым относятся папоротники мхи, а из цветковых растений вороний глаз – майник, двулистные и другие. Те невыносливые растения приспособлены к жизни как на открытых, хорошо освещаемых, так и в затененных местах. Экологи считают эти растения промежуточным звеном между светолюбивыми и тенелюбивыми растениями. К ним относятся многие лиственные деревья и кустарники, например, сирень, клен, бук, бузина, а также травы – сныть, копытень, вероника дубравная и другие. У теневыносливых растений хорошо развита листовая мозаика. Особое расположение листьев, при котором один не затеняет другой. Растения сухих мест обитания сталкиваются с проблемой нехватки воды. Поэтому все их приспособления направлены на добывание, запасание, экономное расходование жидкости. Обычно такие растения произрастают в тепях, полупустынях и пустынях. Многие из них имеют развитую корневую систему, например, у ежовника безлистного. Корень достигает длину 15 метров. Другие запасают воду в тканях корня, стебля или листьев. Например, кактус накапливает жидкость в мясистом стебле, а его листья видоизменены в колючке. Устицы у этого растения располагаются на стебле, но открываются они только в ночное время, когда температура спадает, а следовательно, испарение идет менее интенсивно. Листья у некоторых растений имеют очень плотную кутикулу или опушение, а их устица погружены глубоко в мякоть листа, как, например, у олеандра. Водные растения отличаются от сухопутных слабым развитием механических проводящих покровных тканей. Оказавшись в наземной среде, их стебли и листья обвисают, а если их оставить на воздухе какое-то время, они погибнут от иссушения. Питание дыхания водных растений происходит всей поверхностью тела, поэтому они часто не имеют корней и у них отсутствует устица. К ним относятся и ладеи, перистолистник, а также водоросли. Некоторые водные растения имеют листья, плавающие на поверхности. В этих листьях много устиц, расположенных на верхней стороне. К таким растениям относятся лотосы, кувшинки и другие. Водные растения имеют особые воздухоносные ткани, которые помогают им удерживать вертикальное положение воды. Растения, увлажненных мест обитания, калужица, пушица, огонь, по-разному переносят недостаток влаги. Некоторые не выносят даже кратковременного иссушения. Быстро погибают, например, папоротники. Вы уже знаете, что по беге папоротников, несмотря на их красоту, не стоит собирать букеты. Большое количество устиц на их нижней и верхней стороне приводит к увяданию. Такие растения имеют признаки тенелюбивых. Другие растения, произрастающие во увлажненных местах, имеют на листьях плотную кожицу, а все усти у них расположены на нижней стороне. Такие растения могут выдерживать прямые солнечные лучи. Их можно встретить на верховых болотах и по берегам зарастающих водоемов. Из-за большого количества воды в почве в ней недостаточно кислорода, поэтому у многих растений сформирована система межклетников, то есть развита воздухоносная ткань. К таким растениям относятся калужница, багульник, пушица, рогоз и другие. Растения находятся под действием экологических факторов и приспосабливаются к определенным условиям среды. Выделяют несколько основных экологических групп растений. По внешнему виду растений можно определить, к какой группе они принадлежат. Запомните, экологические факторы, экологические группы растений. Светолюбивые, тенелюбивые, теневыносливые, растения из засушливых мест обитания, водные растения, растения увлажненных мест обитания.